Владимир Владимирович, известно, что как эксперты, так и рядовые граждане, часть из которых сейчас Буянин протестует неподолеку от здания, по-разному оценивают полезность саммита в двадцатке. На этом, например, больше разговоров было о Вашей встрече с Трампом. Тем не менее, какая тема, которую обсуждала нынешняя двадцатка, по Вашему мнению, самая актуальная для России? Спасибо. Двадцатка – это, прежде всего, экономический форум, хотя много вопросов политического характера возникает и смежных, но, тем не менее, всё-таки основная тема – это развитие мировой экономики, и именно этому и уделялось основное внимание. Мы договорились об определении принципов устойчивости мировой экономики, и это чрезвычайно важно для того, чтобы вместе работать по единым стандартам. Затем мы продолжили тему, которая, кстати говоря, была начата ещё в Петербурге – это работа с отмыванием денег и всё, что связано с налоговыми гаванями и ухода от налогообложения. Вещь чрезвычайно важная и имеет практическое значение. Затем, не менее важно, это тоже связано с экономикой, но это как раз смежная, но очень важная тема – борьба с террором, отслеживание денежных потоков с целью предотвращения финансирования терроризма. Наконец, большая тема, ещё чувствительная – это климатические изменения. Здесь председателю Федеративной республики Германии, мне кажется, удалось добиться оптимального компромисса в непростой ситуации, в которой председатель оказался, а именно в связи с выходом Соединённых Штатов из Парижского соглашения была достигнута договорённость, компромисс, когда все страны зафиксировали, что Соединённые Штаты из этого соглашения вышли, но готовы продолжать сотрудничество по отдельным направлениям и с отдельными странами над решением вопросов климатических изменений. Это, мне кажется, уже положительный элемент, и это можно точно записать в актив канцлеру Меркель. Но есть и другие вопросы, которые мы изучали. Например, цифровая экономика. Здесь наше предложение было выработать общие правила в сфере цифровой экономики, обозначить, что такое кибербезопасность, разрабатывать целую систему правил поведения в этой сфере. Мы говорили сегодня, президент Южноафриканской республики об этом говорил достаточно убедительно, что нужно предпринимать общие усилия. Собственно говоря, это звучало почти во всех выступлениях, отражено так или иначе и в итоговом документе. Нужно быть готовым к высвобождению рабочей силы, нужно знать, что нам делать с высвобождающимися рабочими руками, как заниматься переквалификацией, какие сроки, какие должны быть здесь правила. Я в том числе обращал внимание на то, что нужно работать будет и с профсоюзами, потому что профсоюзы должны будут защищать не только интересы трудовых коллективов, но и индивидуальных предпринимателей, работающих в цифровой экономике. О таких рабочих мест становится всё больше и больше. Это так или иначе связано с правами женщин и с образованием девочек. Это то, о чём, в принципе, говорится на многих форумах, но сегодня это обсуждалось примитивно и к цифровой экономике. В общем, этот форум, безусловно, полезный, и думаю, что он сыграет свою роль в стабилизации мировой экономики в целом. Я продолжу тему моего коллеги. Хотел сейчас политических вопросов на саммите было много, они всё больше и больше на 20-х появляются, но, тем не менее, вы перечисляли экономические темы, они всё же приоритеты. Многие уступающие, министры, отвечающие за экономику разных стран, говорили о том, что 2017 год может стать годом роста мировой экономики. Насколько вы считаете, это оправдано после дискуссий? И коснётся ли этот рост России с учётом неблагоприятных тенденций, это и санкции, ограничения, другие факторы? Неблагоприятных тенденций мы пока не видим, или, скажем так, уже почти не видим. Тенденции, во всяком случае. Есть факторы, которые не способствуют развитию экономики, в том числе мировой экономики, и в еврозоне, и в России. Это те самые нелегитимные ограничения, о которых вы упомянули. Мы выступаем за снятие всяких ограничений, за свободу торговли, за то, чтобы работать в рамках Всемирной торговой организации, в рамках правил ВТО. Кстати говоря, одна из тем в экономической сфере обсуждаемых была как раз свобода торговли и борьба с протекционизмом. Это тоже одно из важнейших направлений, которые нужно упомянуть. В целом движение есть, правда, несколько снижены от первоначальных оптимистических прогнозов показатели роста, но всё-таки рост, и рост очевидный, в том числе и в России. Я уже совсем недавно говорил, а здесь я ещё раз повторил это, рост российской экономики очевиден. Российская экономика совершенно определённо, можно это сказать, вышла из рецессии. Мы растём третий, вот уже, наверное, скоро будет четвёртый квартал подряд. В мае рост российской экономики превысил 3%, 3,1%. Думаю, что у нас будет в среднем по году, по 2017 году, процента 2 роста. Это заметный вклад и в рост мировой экономики. При этом, напомню, что у нас на низком уровне находится безработица, 5,2%. Растут резервы, в том числе и резервы Центрального банка, резервы правительства. Резервы Центрального банка выросли уже до 412 миллиардов долларов. У нас на 40% увеличились доходы бюджета федерального, и это всё на фоне достаточно низкой инфляции, 4,4%. Всё это вместе, безусловно, не может не вселять оптимизма, хотя, конечно, нельзя сказать, что этот тренд является абсолютно устойчивым. Мы должны внимательно следить за тем, чтобы его поддержать, этот тренд на рост. У меня есть все основания полагать, что нам это удастся. Агентство «Интерфакс», здравствуйте. Владимир Владимирович, к Вашей встрече с Трампом было приковано внимание всего саммита. Это без привлечения, можно сказать. Как Вы оцениваете итоги этой встречи? Ведь не секрет, что в Польше, например, звучала достаточно жёсткая риторика из уст американского президента. СМИ вообще американские, так сказать, готовку провели, такую недружественную. Трамп прямо ставил вопрос о вмешательстве в выборы России в США. Вам он по-человечески понравился, и Вам удастся полагать, как Вы считаете? Президент Соединённых Штатов ставил вопрос. Мы обсуждали этот вопрос. Это был не один вопрос, это было много, он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, я её воспроизвёл. Нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс Соединённых Штатов. Но что важно, это то, что мы договорились о том, что ситуации неопределённости, особенно в будущем, не должно быть в этих сферах. Кстати говоря, я сказал на последней сессии. Это имеет прямое отношение к киберпространству, к интернет-ресурсам и так далее. Мы договорились с президентом Соединённых Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать на тему о том, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств. Прежде всего речь идёт, в данном случае, о России и Соединённых Штатах. Мы полагаем, что если нам удастся выстроить эту работу, а у меня нет оснований в этом сомневаться, то тогда и не будет никаких спекуляций больше на эту тему. Да, ну а что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены. Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу. Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека. Он конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы. Поэтому мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем восстановить, хотя бы частично, восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен. Меня зовут Райан и стала компанией CBS и PBS. Очень приятно. А в развитии вашего ответа, скажите, пожалуйста, президент Трамп, когда вы отрицали российское участие или российское вмешательство в американских выборах, согласился с вашей позицией, принял вашу отказ? Он задал, повторяю, много вопросов на эту тему. Я настолько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. Но на самом деле, как он к этому отнёсся, вы лучше спросите у него. Правда, это не касается двадцатки, но вопрос про внутреннюю политику. Я спросил, как вы относитесь к Алексею Наваловному, его деятельности, и почему вы не упоминаете его фамилию и имя, когда отвечаете на вопросы про него? Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную поездку дня, даже критического характера. А если речь идёт только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога. Александр Колесниченко, газета «Аргументы и факты». У вас сегодня утром была встреча с президентом Франции и канцлером Германии. Могу предположить, что был подробный разбор, а может быть и предельно откровенный разбор ситуации на Украине. Появилось ли новое видение, есть ли надежда, что ситуация на Донбассе будет выведена из некоторого оцепенения, в котором он там сейчас находится, может ли в этом сыграть свою роль? И начавшееся обсуждение этой темы с президентом Соединённых Штатов, или интересы России и США на Украине по-прежнему расходятся, может быть, в чём-то и противоположное друг другу, что, кстати, насколько я понимаю, можно предположить из бэкграунда американского дипломата, который был назначен спецпредставителем. Спасибо. Интересы России и Украины, интересы российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убеждён, совпадают. Наши интересы полностью совпадают. Не совпадают только, может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых политических кругов сегодняшней Украины. А если объективно подойти, то, конечно, и Украина, и Россия заинтересованы в сотрудничестве, заинтересованы в том, чтобы объединять свои конкурентные преимущества, развивать свои экономики, просто потому что много нам досталось из ещё советских времён, имея в виду и кооперацию, и единую инфраструктуру, фактически единую энергетику, транспорт и так далее. Но, к сожалению, наши украинские сегодняшние коллеги считают возможным этим пренебречь. У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И ещё они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств. Кому-то это нравится на Западе, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближение, на какой бы то ни было почвы России и Украины. Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но я думаю, что это когда-нибудь закончится. Мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее. Что касается участия Соединённых Штатов в урегулировании ситуации на Украине, мы об этом говорили с президентом Трампом и договорились о том, что будет назначено, собственно, это уже состоялось, будет назначено специальные представители администрации, которые будут заниматься на постоянной основе этой проблемой, будут в контакте как с Россией, так и с Украиной, со всеми заинтересованными сторонами в урегулировании этого конфликта. — Будьте любезны, ТАСУ дайте, пожалуйста, если можно, государственному административу. — ТАСУ, пожалуйста. — Спасибо. — Владимир Владимирович, у меня вопрос по Ближнему Востоку, который бурлит сейчас себя включать в данной ситуации и Сирию, и Катар, другие страны. Вот по Сирии у вас наверняка были дискуссии в рамках саммита 20-ки. После этих дискуссий, после недавней встречи в Астане, как вы оцениваете перспективы сирийского урегулирования? Поменялась ли или, может быть, стала более конструктивной позиция новой администрации США по этому вопросу, особенно с учётом ваших вчерашних договорённостей? И, если можно, ещё по Катару, как вы оцениваете ситуацию с этой страны? Обсуждалась ли она на 20-ке? И, если ещё позволите, по проблематике… — Прямо доклад нужно вам сделать. — Не так часто выпадает возможность. По проблематике терроризма, насколько я знаю, достаточно тяжело шло согласование коммунике по терроризму. Если не секрет, в чём были основные противоречия? — Честно говоря, не знаю об этих сложностях. Это вы Шерпа спросите. По-моему, принципиальных возражений ни у кого не было. Может быть, вопрос каких-то формулировок, но мне, честно говоря, об этом неизвестно. Я знаю, что текст согласован, и, во всяком случае, на таком уровне глав делегаций, глав государств, правительств никаких сложностей и трений у нас не возникло. Все признают, что это общая угроза, и все заявляют о своей готовности бороться с этой угрозой. Что касается Катара, то эта проблема не обсуждалась. Она, конечно, достаточно острая региональная, и она может повлиять на определённые процессы, и, кстати говоря, в экономике, в энергетике, и с точки зрения безопасности в регионе. Но я ни с кем этот вопрос в ходе саммита не обсуждал. По поводу Сирии, да, мы практически со всеми моими собеседниками обсуждали этот вопрос, поменялась или нет позиции Соединённых Штатов. Мне кажется, что она стала более прагматичной. В целом, вроде не поменялась, но есть понимание, что, объединяя усилия, мы можем многого добиться. И как результат, это вчерашняя договорённость по южной зоне деэскалации. Это, знаете, кто бы как на это не реагировал, но я вам могу сказать, что это один из прорывов. Который нам удалось сделать, кстати говоря, в ходе работы с президентом Трампом. Это реальный результат совместной работы, в том числе с США. К этой работе была подключена и Ордания, и некоторые другие страны региона. Мы провели консультации с Израилем, и будем ещё проводить эти консультации в ближайшее время. Но это реальный хороший результат, это прорыв в известной степени. Поэтому, если мы также будем двигаться по другим направлениям, по другим зонам деэскалации, мы сегодня очень подробно говорили об этом с президентом Турции. Это в значительной степени не от нас зависит. Это многое связано с противоречиями между странами региона. У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причём законные интересы. И нужно к этому именно так и относиться, как к законным интересам. Нужно искать компромиссы. Вы знаете, нам иногда это удаётся сделать. Во всяком случае, то, что прекращены активные боевые действия, то, что мы сейчас занимаемся этими зонами деэскалации, это уже огромный шаг вперёд. Теперь нам нужно договориться о том, каковы будут конкретно границы этих зон, как будет обеспечиваться безопасность в этих зонах. Это такая очень кропотливая, на первый взгляд даже нудная, но чрезвычайно важная и ответственная работа. Опираясь на тот опыт, который позитивный, который был достигнут за последнее время, опираясь на добрые воли Ирана, Турции, разумеется, сирийского правительства и президента Асада, мы можем сделать дальнейшие шаги. И самое главное заключается в том, и мы это подтвердили, в том числе, кстати говоря, и в документах об образовании вот этой зоны на юге с выходом на иорданскую границу и с выходом на примыкающие голландские высоты. Самое главное – обеспечить в конечном итоге территориальную целостность Сирии, с тем, чтобы эти зоны доэскалации были прообразом таких территорий, которые бы смогли и между собой сотрудничать, и с официальным Дамаском. И если нам это удастся сделать, то тогда мы создадим, безусловно, хорошую базу, предпосылки для решения в целом сирийской проблемы политическими средствами. — РИА Новости не задавала еще. — Что это? — РИА Новости еще. — РИА Новости, пожалуйста. — Пожалуйста. — Сейчас. — Извините, сейчас. — РИА Новости, Елена Глушакова. — Мы уже говорили про вмешательство выбора, но вот у нас предстоят новые в Германии. — У вас в Германии? — У нас. Теперь это у нас считается. У нас в Германии в сентябре. Вот Россия планирует в них вмешаться. И вы уведомляли ли Ангелу Меркель о том, как мы это будем делать? И, может, вы мне тоже подскажете? — Это какие-то провокационные вопросы вы задаете. Но я же вам сказал, мы в США не вмешивались. Зачем нам еще здесь создавать какие-то проблемы? У нас добрые отношения с Федеративной Республикой. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер в страновом измерении в Европе. Один из ведущих наших торговых партнеров в мире. У нас на повестке дня крупные совместные проекты, которые мы поддерживаем. Например, «Северный поток-2». Вокруг него много всяких небылиц, небылиц, споров и даже противодействия. Но это совершенно очевидно. Это в интересах экономики Европы и в интересах экономики Германии, которая отказывается от атомной энергетики. И зачем нам еще не хватало вмешиваться внутри политический процесс? Если вы проанализируете прессу, немецкую прессу, или вообще европейскую, французскую, вот они занимаются постоянным вмешательством в наши внутренние дела. Но поскольку мы чувствуем себя уверенно, нас это не беспокоит. НБС Ньюс, давайте, пожалуйста. Вы НБС Ньюс? Вы вместе будете? Спасибо большое, господин президент, за возможность задать вам вопрос от нашителей компании. Вы уже... Мы хотели вас спросить о встрече с президентом Трампом. Мой коллега уже задал такой же вопрос. Вы сказали, что вы должны спросить президента Трампа о том, что произошло. Нет, вы должны спросить о том, как он к этому отнесся, к моим ответам. А что произошло? Ничего не происходило, мы не вмешивались. Да, вы просто от Белого дома, к сожалению, практически никакой информации нет о том, что происходит. Не могли бы вы... Мы им строго укашем. Не могли бы вы просто поделиться, что именно президент Трамп вам сказал во время встречи, когда вы сказали ему, что Россия не вмешивалась в политические процессы? Он начал задавать наводящие вопросы, его реально интересовало какие-то детали. Я, насколько мог, подробно достаточно на всё это ответил. Я рассказал ему и о своих диалогах на этот счёт с предыдущей администрацией, в том числе о моих разговорах с президентом Обамой. Но я не считаю себя в праве детали, допустим, с президентом Обамой рассказывать. Ну, это так в мировой практике не принято на таком уровне. То же самое, мне кажется, было бы не совсем корректно с моей стороны в деталях рассказывать наш разговор с президентом Трампом. Он меня спросил, я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворён. Спасибо большое. Пожалуйста. Можно? Можно? Дайте, пожалуйста, микрофон. Маргарита Папченкова, ведомости. Возвращаясь к теме ускорения экономического роста, тех мер, которые мы можем сделать, правительство уже подготовило планы, и, насколько нам известно, вы с ним уже ознакомились. Но он секретный по какой-то причине. Мы знаем какие-то моменты из него, вы их озвучивали, да? Нет, я сейчас объясню. Хорошо. Сейчас объясню. Если вы знаете наверняка, у нас же работает несколько групп. Работает группа, которую возглавляет, ну так, организует господин Титов с предпринимателями, да, с предпринимательским сообществом. Работает группа, которую возглавляет господин Кудрин. Он там собрал большое количество авторитетных экспертов. Работает правительство. Но мы должны сделать план, который был бы приемлем, был бы оптимальным для следующих шагов в экономике, начиная с 2018 года. И мы должны посмотреть все предложения, их оценить и в конечном итоге принять окончательное решение. Может быть, это будет не какой-то конкретный из этих предложенных вариантов. Может быть, это будет нечто такое, что будет основано на этих трёх вариантах. Но над этим сейчас идёт работа. И мы просто заранее об этом не говорим. Но, безусловно, правительством проведена очень большая работа по этому направлению. И мы будем в значительной степени опираться на предложения правительства. Не можем без внимания оставить то, что сделано группой Алексея Леонидовича Кудрина. И у Титова там есть дельные предложения. Поэтому мы сейчас работаем, смотрим, какой будет окончательный вариант предложения по развитию российской экономики, начиная с 2018 года. Вот и всё. Там никаких секретов нет. Просто дело в чём? Дело в том, что заявлять заранее то, что окончательно ещё не принято, это же неправильно. Мы можем подать просто неправильные сигналы в экономику. Вот и всё. Только в этом дело. Пожалуйста. Егор Сазаев-Гурев, газета «Известия». Тоже по нужной политике вопрос. Я вот узнал, что вы уже ознакомились с машиной проекта «Кортеж». Она по плану её хотят использовать на инаугурации президента в 2018 году. Вы знаете лучше меня. Я даже первый раз об этом слышу. А у вас не возникло в связи с этим желание проехаться на этой машине уже на официальном мероприятии, то есть на инаугурации? Нет, пока не возникло, потому что она ещё не готова. Вы сами ездите на машине, которая не готова. А потом, когда вы покатаетесь, тогда я посмотрю, как это происходит, и вместе с вами ещё её поиспытаем. Договорились. RT, пожалуйста. Да, может быть, уже заключительный вопрос. Ну да, сейчас давайте будем заканчивать. Пожалуйста, дайте микрофон. Дайте микрофон, пожалуйста. Вы уже рассказали о встрече с Эрдоганом. А можно бы у вас уточнить? Вот вопрос, когда поднимался о первой северной зоне. Вы обсуждали проблематику курдов и непосредственно территории Африна, где есть представители российского центра по примирению сторон, а турецкие СМИ уже готовят почву к военной интервенции турецкой армии туда. И также с Эрдоганом, с Трампом обсуждали будущее президента Сирии Башара Асада. Вчера, например, Тилерсон сказал, что этот человек не имеет будущего в сирийской политике. Но он не сказал, когда и как, но всё-таки это прозвучало. Давайте начнём с последней части вашего вопроса. Господин Тилерсон – уважаемый человек, орденоносец российский, у него орден дружбы, мы его уважаем и любим. Но он всё-таки не сирийский гражданин, а будущее Сирии и будущее президента Асада, как политического деятеля, должен определять сирийский народ. Это первое. Второе, что касается курдской проблемы. Это в целом очень большая и многогранная проблема. Мы в контакте со многими курдскими формированиями и не делаем из этого секрета. Но с точки зрения боевого обеспечения их деятельности, здесь, пожалуй, наши американские коллеги гораздо впереди нас. Они гораздо в этом отношении больший объём работы проделывают. Наши не советники, а наши военнослужащие, которые занимаются осуществлением контроля за прекращением огня, да, они есть во многих регионах Сирии, там, где достигнута договоренность о примирении. Но если иметь в виду вот эти районы, о которых вы сказали, их там совсем не знаю, если там один-два человека, это не какие-то боевые подразделения. Они выполняют такую функцию, в осуществлении которой заинтересованы все. Но мы пока не видим никаких приготовлений, каким-то там не было боевым действием. А наоборот рассчитываем на то, что наши предварительные наработки по созданию зон доэскалации в нескольких регионах, в Эдлибской зоне, на севере, они будут достигнуты. И это невозможно сделать без поддержки Турции. Иван Трушкин, телекомпания НТВ. Тут уже коллеги вспоминали слова Трампа в Варшаве. Было еще одно высказывание о том, что США готовы начать прямые поставки жирного природного газа и в Польшу, и в Центральную Европу. Как вы такие намерения оцениваете, особенно в контексте планов по Северному потоку? Не станет ли газ новой еще одной напряженности в отношениях с Американами? Я оцениваю это в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция, она всем идет на пользу. Мы за открытый рынок, за здоровую конкуренцию. Вот президент Соединенных Штатов вчера на сессии, в ходе дискуссии сказал, что США выступают за открытую, честную конкуренцию. И, кстати говоря, я когда выступал, этот тезис поддержал. Так что нас это вполне устраивает, потому что на сегодняшний день, если это будет так, открытая, честная конкуренция, не ангажированная политикой и без использования каких-то политических ресурсов, то нас это вполне устраивает, потому что на сегодняшний день, это совершенно очевидный факт, любой специалист вам это скажет, себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Россию гораздо выше, чем наш СПГ, даже СПГ, и не сопоставим по стоимости с трубным российским природным газом. И у нас нет никаких сомнений в том, что у нас есть абсолютные конкурентные преимущества. Ну а чтобы они сохранились, наши участники рынка должны активно работать и должны сохранить за собой эти конкурентные преимущества. Ну всё, давайте будем завершать, да? Пожалуйста. Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». Вот после первой встречи с Трампом, как вы считаете, всё-таки удастся ли постепенно вытаскивать российско-американские отношения из того глубокого кризиса, в котором они оказались, или пока всё-таки вообще сказать что-то сложно? Я очень на это надеюсь, и мне кажется, что определённые предпосылки для этого созданы. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Как контролировать безопасность в области киберпространства? Как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере? Как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств? Ну, прежде всего, речь идёт, в данном случае, о России и Соединённых Штатах. Мы полагаем, что если нам удастся выстроить эту работу, а у меня нет оснований в этом сомневаться, то тогда и не будет никаких спекуляций больше на эту тему. Да, ну а что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены. Ну, не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу. Трамп тевелизионный, очень сильно отличается от реального человека. Он конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы. Поэтому мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем восстановить, хотя бы частично, восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен. Меня зовут Райан и стал компанией CBS и PBS. Очень приятно. В развитии вашего ответа скажите, пожалуйста, президент Трамп, когда вы отрицали российское участие или российское вмешательство в американские выборы. Согласился с вашей позицией? Принял вашу отказ? Он задал, повторяю, много вопросов на эту тему. Я настолько был в состоянии ответить. Ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. Но на самом деле, как он к этому отнесся, вы лучше спросите у него. Правда, это не касается двадцатки, но вопрос про внутреннюю политику. Я хочу спросить, как вы относитесь к Алексею Наваловному, его деятельности, и почему вы не упоминаете его фамилию и имя, когда отвечаете на вопросы про него? Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную поездку дня, даже критического характера. А если речь идёт только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога. Александр Колесниченко, газета «Аргументы и факты». У вас сегодня утром была встреча с президентом Франции и канцлером Германии. Могу предположить, что был подробный разбор, а может быть и предельно откровенный разбор ситуации на Украине. Есть ли, появилось ли новое видение, есть ли надежда, что ситуация на Донбассе будет выведена из некоторого оцепенения, в котором он там сейчас находится, может ли в этом сыграть свою роль? И начавшееся обсуждение этой темы с президентом Соединённых Штатов или интересы России и США на Украине по-прежнему расходятся, может быть, в чём-то и противоположные друг другу, что, кстати, насколько понимаю, можно предположить из бэкграунда американского дипломата, который был назначен спецпредставителем. Спасибо. Интересы России и Украины, интересы российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убеждён, совпадают. Наши интересы полностью совпадают. Не совпадают только… Владимир Владимирович, известно, что как эксперты, так и рядовые граждане, часть из которых сейчас буянин протестует неподолеку этого здания, по-разному оценивают полезность саммитов «Двадцатки». На этом, например, больше разговоров было о Вашей встрече с Трампом. Тем не менее, какая тема, которую обсуждала нынешняя «Двадцатка», по Вашему мнению, самая актуальная для России? Спасибо. «Двадцатка» – это, прежде всего, экономический форум, хотя много вопросов политического характера возникает и смежных, но, тем не менее, всё-таки основная тема – это развитие мировой экономики, и именно этому и уделялось основное внимание. Мы договорились об определении принципов устойчивости мировой экономики, и это чрезвычайно важно для того, чтобы вместе работать по единым стандартам. Затем мы продолжили тему, которая, кстати говоря, была начата ещё в Петербурге – это работа с отмыванием денег и всё, что связано с налоговыми гаваньями и ухода от налогообложения. Вещь чрезвычайно важная и имеет практическое значение. Затем, не менее важно – это тоже связано с экономикой, но это как раз смежная, но очень важная тема – борьба с террором, отслеживание денежных потоков в стиле предотвращения финансирования терроризма. Наконец, большая тема, ещё чувствительная – это климатические изменения. Здесь председателю Федеративной Республики Германии, мне кажется, удалось добиться оптимального компромисса в непростой ситуации, в которой председатель оказался, а именно в связи с выходом Соединённых Штатов из Парижского соглашения, была достигнута договорённость, компромисс, когда все страны зафиксировали, что Соединённые Штаты из этого соглашения вышли, но готовы продолжать сотрудничество по отдельным направлениям и с отдельными странами над решением вопросов климатических изменений. Это, мне кажется, уже положительный элемент, и это можно точно записать в актив канцлеру Меркель. Но есть и другие вопросы, которые мы изучали. Например, цифровая экономика. Здесь наше предложение было выработать общие правила в сфере цифровой экономики, обозначить, что такое кибербезопасность, разрабатывать целую систему правил поведения в этой сфере. Мы говорили сегодня, президент Южноафриканской республики об этом говорил достаточно убедительно, что нужно предпринимать общие усилия. Собственно говоря, это звучало почти во всех выступлениях, отражено так или иначе и в итоговом документе. Нужно быть готовым к высвобождению рабочей силы, нужно знать, что нам делать с высвобождающимися рабочими руками, как заниматься переквалификацией, какие сроки, какие должны быть здесь правила. Я в том числе обращал внимание на то, что нужно работать будет и с профсоюзами, потому что профсоюзы должны будут защищать не только интересы трудовых коллективов, но и индивидуальных предпринимателей, работающих в цифровой экономике. А таких рабочих мест становится всё больше и больше. Это так или иначе связано с правами женщин и с образованием девочек. Это то, о чём, в принципе, говорится на многих форумах, но сегодня это обсуждалось примитивно и к цифровой экономике. В общем, этот форум, безусловно, полезный, и думаю, что он сыграет свою роль в стабилизации мировой экономики в целом. – Я продолжу тему моего коллеги. Хотел сейчас политических вопросов на саммите было много, они всё больше и больше на двадцатке появляются, но, тем не менее, вы перечисляли экономические темы. – Может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых политических кругов сегодняшней Украины. А если объективно подойти, то, конечно, и Украина, и Россия заинтересованы в сотрудничестве, заинтересованы в том, чтобы объединять свои конкурентные преимущества, развивать свои экономики, просто потому что много нам досталось ещё с советских времён, имея в виду и кооперацию, единую инфраструктуру, фактически единую энергетику, транспорт и так далее. Но, к сожалению, наши украинские сегодняшние коллеги считают возможным этим пренебречь. У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И ещё они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств. Кому-то это нравится на Западе, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближения на какой бы то ни было почве России и Украины. Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но я думаю, что это когда-нибудь закончится. Мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее. Что касается участия Соединённых Штатов в урегулировании ситуации на Украине, мы об этом говорили с президентом Трампом и договорились о том, что будет назначено, собственно, это уже состоялось, будет назначено специальные представители администрации, которые будут заниматься на постоянной основе этой проблемой, будут в контакте как с Россией, так и с Украиной, со всеми заинтересованными сторонами в урегулировании этого конфликта. Будьте любезны, ТАСО дайте, пожалуйста, если можно, государственному административу. ТАСО, пожалуйста. Спасибо. Агентство ТАСО «Майор Кутров». Владимир Владимирович, у меня вопрос по Ближнему Востоку, который бурлит, сейчас себя включает в данной ситуации и Сирию, и Катар, и другие страны. Вот по Сирии у вас наверняка были дискуссии в рамках саммита-20-ки. После этих дискуссий, после недавней встречи в Астане, как вы оцениваете перспективы сирийского урегулирования? Поменялась ли или, может быть, стала более конструктивной позиция новой администрации США по этому вопросу, особенно с учетом ваших вчерашних договоренностей? И, если можно, еще по Катару, как вы оцениваете ситуацию с этой страны? Обсуждалась ли она на двадцатке? И, если еще позволите, по проблематике… Прямо доклад нужно вам сделать. Не так часто выпадает возможность. По проблематике терроризма, насколько я знаю, достаточно тяжело шло согласование коммуникает по терроризму. Если не секрет, в чем были основные противоречия? Честно говоря, не знаю об этих сложностях. Это вы, Шерпа, спросите. По-моему, принципиальных возражений ни у кого не было. Может быть, вопрос каких-то формулировок, но мне, честно говоря, об этом неизвестно. Я знаю, что текст согласован, и, во всяком случае, на таком уровне глав делегаций, глав государств, правительств, никаких сложностей и трений у нас не возникло. Все признают, что это общая угроза, и все заявляют о своей готовности бороться с этой угрозой. Что касается Катара, то эта проблема не обсуждалась. Она, конечно, достаточно острая региональная, и она может повлиять на определённые процессы, и, кстати говоря, в экономике, и в энергетике, и с точки зрения безопасности в регионе. Но я ни с кем этот вопрос в ходе саммита не обсуждал. По поводу Сирии, да, мы практически со всеми моими собеседниками обсуждали этот вопрос, поменялась или нет позиция Соединённых Штатов. Мне кажется, что она стала более прагматичной. В целом, вроде не поменялась, но есть понимание, что, объединяя усилия, мы можем многого добиться. Ну и как результат, это вчерашняя договорённость по южной зоне доэскалации. Это, знаете, кто бы как на это не реагировал, но я вам могу сказать, что это один из прорывов, который нам удалось сделать, кстати говоря, в ходе работы с президентом Трампом. Это реальный результат совместной работы, в том числе с США. Да, к этой работе была подключена и Ордания, и некоторые другие страны региона. Мы провели консультации с Израилем, и будем ещё проводить эти консультации в ближайшее время. Но это реальный хороший результат, это прорыв в известной степени. Поэтому, если мы также будем двигаться по другим направлениям, по другим зонам доэскалации – мы сегодня очень подробно говорили об этом с президентом Турции – это в значительной степени не от нас зависит. Это многое связано с противоречиями между странами региона. У всех свои озабоченности, у всех свои предпочтения, свои интересы, причём законные интересы. И нужно к этому именно так и относиться, как к законным интересам. Нужно искать компромиссы. Вы знаете, нам иногда это удаётся сделать. Во всяком случае, то, что прекращены активные боевые действия, то, что мы сейчас занимаемся этими зонами доэскалации – это уже огромный шаг вперёд. Теперь нам нужно договориться о том, каковы будут конкретно границы этих зон, как будет обеспечиваться безопасность в этих зонах. Это такая очень кропотливая, на первый взгляд даже нудная, но чрезвычайно важная и ответственная работа. Опираясь на тот опыт, который позитивный, который был достигнут за последнее время, опираясь на добрые воли Ирана, Турции, разумеется, сирийского правительства и президента Асада, мы можем сделать дальнейшие шаги. И самое главное заключается в том, и мы это подтвердили, в том числе, кстати говоря, и в документах об образовании вот этой зоны на юге с выходом на иорданскую границу и с выходом на примыкающие голландские высоты. Самое главное – обеспечить в конечном итоге территориальную целостность Сирии, с тем, чтобы эти зоны деэскалации были прообразом таких территорий, которые бы смогли и между собой сотрудничать, и с официальным Дамаском. И если нам это удастся сделать, то тогда мы создадим, безусловно, хорошую базу, предпосылки для решения в целом сирийской проблемы политическими средствами. — РИА Новости не задавала еще. — Что это? — РИА Новости еще. — РИА Новости, пожалуйста. — Пожалуйста. — Сейчас. — Извините, сейчас. — РИА Новости, Елена Глушакова. — Пожалуйста. — Мы уже говорили про вмешательство выбора, но вот у нас предстоят новые в Германии. — У вас в Германии? — У нас. Теперь это у нас считается. У нас в Германии в сентябре. Вот Россия планирует в них вмешаться. И вы уведомляли ли Ангелу Меркель о том, как мы это будем делать? И, может, вы мне тоже подскажете? — Это какие-то провокационные вопросы вы задаете. Но я же вам сказал, мы в США не вмешивались. Зачем нам еще здесь создавать какие-то проблемы? У нас добрые отношения с Федеративной Республикой. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер в страновом измерении в Европе. Один из ведущих наших торговых партнеров в мире. У нас на повестке дня крупные совместные проекты, которые мы поддерживаем. Например, «Северный поток-2». Вокруг него много всяких небылиц. — Тоже приоритеты. Многие уступающие, министры, отвечающие за экономику разных стран, говорили о том, что 2017 год может стать годом роста мировой экономики. Насколько вы считаете, это оправдано после 10-10-8? И коснется ли этот рост России с учетом неблагоприятных тенденций, это и санкции, ограничения, другие факторы? — Неблагоприятных тенденций мы пока не видим, или, скажем так, уже почти не видим. Тенденции, во всяком случае. Есть факторы, которые не способствуют развитию экономики, в том числе мировой экономики, и в еврозоне, и в России. Это те самые нелегитимные ограничения, о которых вы упомянули. Мы выступаем за снятие всяких ограничений, за свободу торговли, за то, чтобы работать в рамках Всемирной торговой организации, в рамках правил ВТО. Кстати говоря, одна из тем в экономической сфере обсуждаемых была как раз свобода торговли и борьба с протекционизмом. Это тоже одно из важнейших направлений, которые нужно упомянуть. В целом движение есть, правда, несколько снижены от первоначальных оптимистических прогнозов показатели роста, но всё-таки рост, и рост очевидный, в том числе и в России. Я уже совсем недавно говорил, а здесь я ещё раз повторил это, рост российской экономики очевиден. Российская экономика совершенно определённо, можно сказать, вышла из рецессии. Мы растём третий, вот уже, наверное, скоро будет четвёртый квартал подряд. В мае рост российской экономики превысил 3%, 3,1%. Думаю, что у нас будет в среднем по году, по 2017 году, процента 2 роста. Это заметный вклад и в рост мировой экономики. При этом напомню, что у нас на низком уровне находится безработица, 5,2%. Растут резервы, в том числе и резервы Центрального банка, и резервы правительства. Резервы Центрального банка выросли уже до 412 миллиардов долларов. У нас на 40% увеличились доходы бюджета федерального, и это всё на фоне достаточно низкой инфляции, 4,4%. Всё это вместе, безусловно, не может не вселять оптимизма, хотя, конечно, нельзя сказать, что этот тренд является абсолютно устойчивым. Мы должны внимательно следить за тем, чтобы его поддержать, этот тренд на рост. У меня есть все основания полагать, что нам это удастся. Агентство Интерфакт, здравствуйте. Владимир Владимирович, к вашей встрече с Трампом было приковано внимание всего саммита. Это без привлечения, можно сказать. Как вы оцениваете итоги этой встречи? Ведь не секрет, что в Польше, например, звучала достаточно жёсткая риторика. Уст американского президента. СМИ вообще американские, так сказать, готовку провели, такую недружественную. Трамп прямо ставил вопрос о вмешательстве выбора России в США. Вам он по-человечески понравился? И вам удастся полагать, как вы считаете? Президент Соединённых Штатов ставил вопрос. Мы обсуждали этот вопрос. Это был не один вопрос, это было много, он уделил этому много внимания. Наша позиция хорошо известна, я её воспроизвёл. Нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс Соединённых Штатов. Но что важно, это то, что мы договорились о том, что ситуации неопределённости, особенно в будущем, не должно быть.